Писание говорит, будьте как дети, чтобы понять верой любовь Бога. Фактически дети доверяют своим родителям. Они верят словам, которые родители говорят им. Я хочу сказать, что мы, как дети Божьи, должны доверять Богу во всем. Не всегда получается, когда мы взрослые, но детский разум и детское восприятие веры должно быть у нас всегда. Я опять открыл детскую Библию, если вы заметили, она в руке у меня сегодня несколько раз. И вот открыто место, которое интересно для детей, вот для детей, для изучения. «Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стезе моей». Псалом 118, Теглим, 105 стих. Вы знаете, я посмотрел на это и понимаю, что детям так же, как и нам, нужно иметь светильник. И Ханука является одним из прообразов этого светильника. Мы можем много говорить о светильниках разных, и подсвечниках, и свече, и ламп, которые зажигались путем на оливковом масле. Но вы знаете, самое главное – быть светильником, быть светом в этом мире. Когда я говорю о Хануке, я вспоминаю сразу Ханукию, которая была создана на основании семисвечника. Это прообраз света. На моем столе интересная, может быть, такая структура светильника. Необычная. Это, можно сказать, ангелы Господни. А может быть, это люди, которые служат. Здесь находятся девять светильников или свечей. И самый главный, такой высокий, это, наверное, тот шамеш, тот служка, тот слуга, который зажигает остальные. В празднике Хануки это очень важный элемент, что должно быть служа другим, и мы зажигаем жизнь других людей. И я верю, что это очень важно. Это очень важно, потому что Ищу об этом говорит. Служите друг другу. Почитайте себя ниже остальных. Почитайте другого человека выше себя. И я верю, что даже при нашем, может быть, могуществе, нашем влиянии, как отцы, как служители, как мужчины в семьях и в обществе, мы можем снаряжать других людей. Мы можем вдохновлять других людей, чтобы горели для не только Бога, но, наверное, горели страстной жизнью, желанием жить, желанием созидать нашу страну, нашу семью, наш город, нашу общину, в которой каждый из вас находится. И я хочу зачитать именно то место, где говорится о Хануке в Новом Завете, Брихаташа, послании или же в Евангелии, Благой Вести и Йоханана, и Иоанна. Там написаны такие слова, которые уже многие-многие знают, уже это много говорится об этом в каждой мессианской общине, вспоминается это в церквях, о том, что Ишуа пришел праздновать этот праздник. Десятая глава с 22 стиха. «Настал же в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Ишуа в храме в притворе Соломоновых. Тут иудеи обступили Его, говорили Ему, долго ли Тебя держать нас в неудомении? Если Ты Мессия, скажи нам прямо. Если Ты Мессия, скажи нам прямо. Я думал над этим. Ишуа не отвечает сразу, он делает тот еврейский оборот, который всегда существует в еврейском разговоре. Ишуа говорит, я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые делаю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо мне. Люди спрашивают, Ты Мессия? И Ишуа говорит, вы сказали, потому что дела, которые я творю, не может делать простой человек. Он не говорил, что да, действительно, я Мессия, за мной следуйте. Он говорил о других вещах, что то, что происходит, та жизнь, которую я веду, то, что я делаю, должно зажигать вас на подвиг веры и действовать. Это сработало, друзья. А это сработало. После того, как Его распили, и Он воскрес из мертвых, из тех рассеянных учеников, собрали 150, которые получили Святого Духа, зажглись этой силой и смелостью, пошли по всему миру благовествовать ту весть, которая называлась «Спасение». И это действует. Мы результат того пробуждения, которое принес Ишуа. Он зажег эту свечу. Сам показал пример. И стал этой свечой, шамышем, слугой. В тот вечер Песаха он склонился на колени и мыл ноги своим ученикам. И сказал, то, что я делаю, вы делайте. Мойте друг другу ноги. Служите друг другу. Это сегодня принцип. Принцип Ханукии. Старший служит всем остальным. И я верю, что этот ханукальный прообраз, прообраз служения в каждой общине, в каждой семье. Пускай Бог благословит вас в эти ханукальные праздники. Пускай Ханука напомнит вам о том, что важно служить, важно помогать, важно принести радость в дом. Не только подарки, сладости, но принести ту страсть, огненную любовь к Богу и этим зажечь своих детей, своих близких, своих родственников и дать им надежду в Евангелие. Ишуа есть свет миру. И пускай этот свет горит в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова